Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы еще раз поговорим с вами о профилактике и борьбе с такими опасными заболеваниями, как фитофтороз томата и других посленовых растений, включая картофель, а также пераноспороз, который очень часто поражает огурец и другие овощные растения. Одним из наиболее эффективных химически синтезированных средств от этих заболеваний, а также от альтернариоза, является препарат Ридамил Голд. Он включает в себя два действующих вещества, которые, однако, в основном действуют профилактически, не искореняя данные инфекции. Хотя этот препарат является достаточно эффективным при частом его использовании, даже сам производитель признал, что, к сожалению, он вызывает онкологические заболевания у человека. Поэтому очень сильно не рекомендуем его использовать в приусадебном овощеводстве. Спасибо, что его используют в крупные фермеры, в крупнотоварных хозяйствах его широко используют, а нам на участках лучше этого препарата избегать. Что же делать, если фитофтора нам угрожает, если пероноспороз к нам идёт? А против ложной мучнистой росы пероноспороза им борются также и на винограде, и на других растениях. В настоящее время внимание учёных приковано к биологизации земледелия, к органическому сельскому хозяйству. И естественно, что наука не стоит на месте и ищет пути, с помощью которых можно бороться с заболеваниями, но не химически синтезированными, а биологическими способами. И вот достойной заменой этому препарату, и даже который превосходит его, многократно превосходит по своему функционалу и по защитным свойствам, а также лечебным, является препарат, который называется Максимун. Это абсолютно современный препарат, совершенно недавно зарегистрированный в Республике Беларусь, может применяться где угодно, он абсолютно не токсичен, и он обладает очень высокой активностью против возбудителей пероноспороза ложной мучнистой росы, а также активностью против фитофтороза и целого комплекса различных заболеваний. Он в своём составе содержит метаболиты, то есть продукты обмена веществ, а также содержимое клеток двух очень ценных бактерий. Это псевдомонады и это синая палочка с очень-очень активного штамма. Синая палочка выращивалась для приготовления этого препарата таким образом, чтобы насытить культуральную жидкость, которая вот здесь и налита, большим количеством антибиотических веществ. По своему действию они даже превосходят ридомилгол, потому что даже на самом препарате написано, что применять его надо профилактически. Он, в общем-то, не обладает лечебным действием, в то время как антибиотические вещества, антифунгальные вещества, вещества против фитофторы, против пероноспороза, входящие в состав максимума, обладают не только профилактическим, но и искореняющим действием. Они действуют долго, они действуют быстро, они купируют инфекцию очень быстро и таким образом помогают растениям и оставаться здоровыми, и не распространять инфекцию вокруг себя. Второй компонент псевдомонада обладает удивительным свойством раздражать, так сказать, само растение таким образом, чтобы повышать его фитоиммунитет. Селекционеры, создавая высокопродуктивные, интенсивные сорта, постепенно ослабляют растение, ослабляют его защитные силы, естественные защитные силы. И вот те вещества, которые входят в состав препарата максимум, как раз мобилизуют защитные силы самого растительного организма и не позволяют инфекции внедряться туда и там распространяться. Кроме того, псевдомонады, входящие в состав этого препарата, обладают свойствами стимулировать растение к восстановлению после нападения на него инфекции. То свойство, которым препарат ридомил не обладает и вовсе. Поэтому его и профилактическое применение будет приводить к тому, что ваши растения будут стимулироваться, лучше развиваться. И применение во время или после болезни этого препарата будет способствовать восстановлению сил самого растительного организма. В отличие от ридомила, к препарату максимум не происходит привыкания. Вот, например, показано, что к одному из компонентов препарата ридомил после двухлетнего его применения у патогена возникла устойчивость к этому компоненту. И эффективность этого препарата существенно-существенно снизилась. Вот, если мы имеем дело с биологическими препаратами, то в целом их большое преимущество, что устойчивости патогенов к этим препаратам не возникает. Ещё одно преимущество препарата максимум перед препаратом ридомил – это то, что компоненты, входящие в состав препарата, которые в своё время синтезировались псевдомонадами, когда он наращивался, они способны формировать такие хилатные соединения, хилатные комплексы с различными микроэлементами, и если вы применяете максимум, вам совершенно не нужно беспокоиться о том, что микроэлементы не будут доступны вашим растениям. Вне зависимости от того, в какой форме вы вносили микроэлементы, хилатные, не хилатные, может, в прошлом году вносили, они уже перестали быть доступными растениями, компоненты препарата максимум хилатируют всё это, то, что есть в почве, то, что есть на поверхности растений, если вы что-то там, какие-то опрыскивания микроэлементные применяли, превращает их в хилатную форму, делает эти микроэлементы недоступными для патогенов и весьма доступными для растений, что также укрепляет растения, повышает их сопротивляемость к инфекции. Поэтому препарат максимум при борьбе с омицетной инфекцией, то есть это с фитофторозом, с пероноспорозом, а также с грибными инфекциями типа фузариоза, серы гнили и другими, кладоспориоза, является совершенно незаменимым и значительно превосходит такие препараты, как ридамил. Кроме того, он является абсолютно безопасным для здоровья человека и для окружающей среды. Поэтому я очень настойчиво рекомендую вам обзавестись вот такой вот бутылкой. Она очень экономна в своём использовании. Препарат разбавляется 1 к 100. Это очень экономная форма использования препарата. Вам её хватит на весь полный сезон для обработки больших-больших площадей. Пробуйте его, используйте его. Я уверен, что вы останетесь очень и очень довольны. Это безопасно для вашего здоровья и здоровья ваших детей. Постарайтесь отказаться от ридамила и заменить его на современные препараты. Что ж, я очень надеюсь, что вы будете выращивать здоровый, богатый урожай с помощью современных биологических методов защиты и стимуляции растений. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова